И поехали! Начинаем наш тренинг. Продолжаем тренинг по специальному мануальному массажу и сейчас мы проходим ноги, ноги спереди. Некоторые говорят, что спереди ноги там не массируются, особенно голень. На самом деле массируются и мы начинаем, как я вам уже говорил, от общего идем к частному. Сначала наголем, кстати, внимание много не уделяется по-быстрому, поэтому мы не будем делить сейчас на вот эти сегменты от центра человека, просто по-быстрому. Растерли масло, я по-быстрому объясняю. Вы уже дополнительно видите, мы уже согреваем ногу, теперь ее согреваем продольно. Прошлись вокруг колена, под коленом. Такие движения теперь сперевидные слева-справа, слева-справа, по очереди. Согревающие. Теперь нам надо согреть мышцу, которая называется портняжная, она крепится здесь под коленом, а здесь вот сбоку. Получается вот так немножко по спирали идет. Согреваем, соответственно, быстрыми движениями. Кстати, скажу вам на заметку, ноу-хау, это самая длинная мышца в теле человека. Вот встали поудобнее, ногу зажали, чтобы она не качалась, не уходила. И быстрыми движениями, в основном снизу-вверх у нас идут движения, чтобы у него пошла вверх, к паховым узлам. Лимфатическим. Прошлись по ней кулачком. И теперь переходим к поперечным разогреваниям. Также руки инвертируем и скручивающими движениями быстро проходим снизу-вверх. Под коленкой, получается, мышцы-то крепятся не на уровне сгиба, а ниже вот тут. Вот это вот место не забываем, тоже прорабатываем. Или вот когда вот инсулитный массаж, там вот на уши бывают, да, вот так называемые растут уже еще так же вот их вверх-вверх-вверх. Прорабатываем чашечку снизу, сухожилие, сухожилие сверху над чашечкой и идем вверх. Теперь разминающей техники. Разминаем как вот прищепку. У нас большие пальцы работают против остальных пальцев прямыми руками, прямыми пальцами. Снизу-вверх, по очереди, по очереди отделяем мясо от большой берцовой кости. Вот она здесь как раз к нам удобно развернута, ровно по горизонтали, получается, она лежит, ее плоскость. Отделяем мясо, проходим коленку, потянули ее во внутреннюю часть, наружную часть, выше вот, растянули сухожилие вниз, растянули сухожилие, увеличиваем таким образом мобильность чашечки. Можете посмотреть на картинки, вот тут нарисованы все эти сухожилия, крестообразные, тут низкие указаны, потом подойдете, посмотрите. Так, и все бедро скручиваем, скручивающие движения, мощно захватывающие всю массу бедра. До самого верха доходим и протяжную лимфу уводим опять в паховую зону. Далее проходим, пальцы установили на косточку берцовую, да, чтобы на нее не попадать, потому что по костям будет больно. А своими костяшками, метод шестеренки, да, мы массируем боковые части гекароножных мышц. Доходим до коленки. Здесь массируем мышцы, которые могут быть опущены, иногда, знаете, так наползают, наплывают прям на коленку. Четырехуглавые мышцы бедра. И всю ногу целиком. Теперь прием. Приподнимаем ногу, как бы на свои бицепсы. Оторваем мясо от костей. Потрясли. Приподняли, потрясли. Приподняли, потрясли. Прием лапа леопарда, да, растирающий. Это уже глубокое растирание. Ну, и, конечно, я вам забыл сказать, что когда у нас человек лежит лицом вверх, да, мы, во-первых, накрываем, чтобы не замерз все остальные его части, кроме рабочей зоны, да. А под коленки кладем подушку специальную, которая помогает нам расслабить мышцы бедра и мышцы живота, особенно нижние мышцы пресса, чтобы он нам не мешал работать. Теперь поднимаем ногу наверх и желательно может либо просто либо полотенчик использовать, чтобы себя маслом не испачкать. Кладем ногу прямую на себе, на плечо. Прорабатываем теперь мягкими такими движениями все бедро снизу вверх. И такое положение нам очень помогает в антицеллюлитном массаже и в лимфодренажном массаже. Ну, лимфодренажный массаж при антицеллюлитном вообще очень важен, да. Человек может, ну, во-первых, все не что-то на жидкость уходит, да. И человек может, в принципе, после такого массажа сразу побежать в туалет по маленькой нужде. Теперь движение плотное для лимфы. Зажимаем ногу между своими предплечьями и плотно тянем, зажимая все бедро. Медленно-медленно вниз к паховой зоне. Теперь скручиваю еще движение. Рука идет мягко внутрь и наружу. Мышцы туда-сюда, видите, разворачиваем туда-сюда. Опять движение идет от конечности к паховым лимфатическим узлам. Одной рукой и двумя руками. Можно идти по очереди, да, а можно друг против друга. Вот такое получается. Скрещивающее движение. Скручивающие мышцы в противоположную сторону. Увидели, да? Далее хватаем человека за стопу. Натягивая таким образом ахилово сухожилия и все сухожилия по затыльной стороне ноги. Противоположную ногу придерживаем, чтобы он ее случайно не поднимал. И натягиваем ему в тазовые кости, как можно выше. Ну, насколько у кого гибкость позволяет. Если у человека грыжа поясничная, то, как правило, вот выше уровня он уже ногу не сможет поднять, уже больно будет. Согнули коленку. Полотенцам, в принципе, уже не нужно. И поработаем с коленкой. Сначала узнаем, здорово ли колени, мениска на месте. Да? Здорово, колени. Вот, раскручиваем. Этого как бы прощупывая, да, где какой-то блок, куда она не идет. Прощупываем вверх, вниз такие маленькие движения. Вот, что-то там уже похрустывает. Теперь подбиваем ногу под коленку. Только не широко руку ставим, да, а плоскостью. Иначе будет болевой прием. Плоскостью согнули. Уперлись чуть-чуть грудью. И руку передвинули на экватор стопы. Вот, на самом упираешь косточку. И растянули стопу в противоположную сторону. До характерного хруста, как говорится. Таким образом, получилось три разблокировки сустава. Раз, два, три. Тройной щелчок был, если вы слышали. Далее разворачиваем стопу на него. А руку в чашечку. Уперлись. И продавливаем чашечку. Растирая и согревая ее таким образом. В нашем массаже мы начинаем ноги делать спереди, именно с правой ноги. Всего лишь по одной причине, из-за перелистатики. Чтобы давление справа, со стороны толстого кишечника, да, создать налево. На выход, чтобы не было закупорок. То есть, мы давим на живот с этой стороны. Поэтому именно с правой ноги начинаем. Далее ногу не... То есть, до этого мы гнули как ногу. Вдоль тела к плечу. Теперь вдоль тела, мимо плеча. Ну, примерно градусов 30 получается. Отклонились. Растянули ногу. Повернули. И опустили прямо бедро на стол. В этом случае не давите рукой в колено. Будет больно, да, или что-то повредить. А давите в бедро. Мягко. Сначала делаем мягко. Если человек достаточно спортивный, он позволяет это сделать достаточно быстро. И тогда вы уже сможете ускоряться и делать быстрее. Расминаю таким образом все мышцы вокруг бедра. Они идут сзади, спереди, сбоку, спереди. Вот эти все, весь этот ряд мышц. Крепящихся к тазу подзвучно-костей и к нижнему отделу позвоночника, к поясничному отделу. Теперь поворачиваем ногу на него. Желательно, чтобы у нас голень оказалась параллельно столу, перпендикулярно позвоночнику. Такая поза получается полу-лотоса. Чтобы ее усилить, зажимаем вот таким захватом, да, и с помощью поворота тела корпуса на него. Несколько таких тракционных движений. С другой стороны придерживаем бедро, чтобы опять он ногу не поднимал случайно, колено, да. И теперь в противоположную сторону. Схватили за голень. Тут желательно соблюдать везде прямой угол. В колене и в стопе. Уперлись в грудь. И за счет поворота своей груди растягиваем ногу в противоположную сторону. Так вот тянется хорошо грушевитная мышца и средняя мышца ягодицы. Здесь вот идет сухожилие. Можно вот так же придавить пальцем и растянуть его. То есть мы идем на растяжение, да, и через растяжение сухожилие продавлено в противоположную сторону. Немножко бывает болезненно, а в моментах людей прямо хруст идет. Теперь вправляем мениски колена. Как вы видите, их два. Внутренний, медиальный и наружный. Ищем его ровно на сгибе. Уперлись пальцем указательным. Ну, с дополнительными пальцами, да. Растянули ногу, дошли до преднапряжения. Почувствовали расслабление, чтобы была мобильность. И после этого вот такой толчок. И теперь с подвозьей стороны. Опять находим, где вот сгиб колена, да. Вот здесь вот. Подвигали, подвигали, да. Нашли сгиб большим пальцем. Уперлись. Развернули свободу ногу. Соблюдаем все прямые углы. Дошли до преднапряжения. Почувствуем обильность и толчок. Теперь растягиваем грушевидную мышцу. И ягодичную мышцу, натянув его колено на противоположное подреберье. Вот. У человека, слава богу, хорошая подвижность, хорошо сядется. Одной рукой придерживаем, а другой рукой, как раз эти мышцы, они как бы открылись нам. И мы можем их проработать достаточно глубоко. Ну и кому надо, жестко. Там прям почувствуется, как они напряжены. У этой грушевидной мышцы идет. Как она напряжена, не больно? В данном случае, она у него здорова. Локтем протянули. И остротой локтя тоже ее раскатали. Можно ее еще и простучать. Теперь растягиваем большую фасцию бедра и задние мышцы. Для этого ногу примерно делаем градусов побольше, чем 90, где-то 120, где-то вот так. Накатываем одно колено на другое, чуть подальше. Упираемся в бедренную кость, не в коленку, а в перцовую кость. С этой стороны упираемся в гребень подвздошной кости, вот в уголок упирающий. Даем в противоположные стороны, то есть на растяжение. Движение почти незаметно, но, поверьте, я уперся достаточно сильно, растягивая вот эти боковые мышцы. Теперь тянем паховые мышцы, ногу у нас на меня. Соответственно, вот здесь, если болит, то можно дополнительно промять, провибрировать, если паховые мышцы воспалены. Если воспалены, по ним больно, поэтому мы просто мягко вибрируем, мягко нажимаем, даже можем с таким легким покачиванием. Легко покачиванием. Это тем, у кого болит, да? У кого не болит, в принципе, может достаточно серьезно размять ее обычными методами массажными, да? И даже используя наши лапы леопарда. Вот за ней, вот эта мышца, да, есть еще одна мышца, небольшая вот тут вот. Проверяем ее, болит или нет. Это там вот выходят мышцы подвздошно-поясничные. Вот давайте покажем на скелете. От всех пяти поясничных позвонков мышцы ведут вот так, получается, такой елочкой, да? К внутренней части подвздошной кости, выстилает ее и крепится к ноге, помогая, способствует движению, соответственно. Поднимать ногу и отводить в сторону и приводить к себе. То есть вот они вот за такое движение отвечают. Движение, честно говоря, очень редкое в нашей жизни. Вот такое вот. Практически те, кто сидят на стуле, в офисном сотруднике, вообще никак не используют. Ну, там только балерины используют эти мышцы. Или там те, кто на лошадь запрыгивает, да? Ну, каратисты, может быть, там. Те, кто занимается восточными единоборствами. У них эта мышца хорошо развита, эти мышцы, да? У них, как правило, все подвижно. У обычных людей бывает из-за того, что сидящий образ жизни или застудили ягодицу, эти мышцы являются антагонистами ягодичных мышц. Вот ягодичные сзади, да? Эти спереди. Соответственно, если одни из них сокращены мышцы, да, то эти перерастянуты будут. Либо наоборот, они сокращены, тогда ягодичные будут перерастянуты. Это, соответственно, боль. Эти мышцы, соответственно, передавливают всегда лишь нерв, и он уже иродирует в ногу. Вплоть до большого пальца может эродировать. Тогда, в этом случае, мы обращаем внимание именно на эти мышцы. Как до них добраться? Вот, рассказываю. Нам надо над подвздошной косточкой. Вот, она выпирает. Сделать небольшой валик, чтобы на него не надавить. И мягко, мягкими движениями. Ногу ставим как можно вертикальней. Ведро, чтобы было вертикально. Проходим ниже. При должном опыте вы уже поймете, что вы прошли мимо толстого кишечника, мимо почек, мимо яичников у женщин. И вот, дошли. Вот, я дошел до этих мышц. Соответственно, спрашиваем у человека, больно, не больно. Как правило, бывает, если больно, то проходит достаточно быстро. Если боль тяжелая такая, то надо продышать это место. Говорим человеку, дыши спокойно, животом. Дыши, дыши, медленный вдох и выдох. И теперь ищем, где эти мышцы. Ну, а я вам показывал, да, они как бы вот таким треугольником, получается, идут. Еще раз заходим у них. Вот, находим. И они будут, знаете, как струны вот такие вот. Натянуты, ну, как пальчики вот такие, да. Поднимаем ногу и очень медленно, это микродвижение, это прямо вот реальное микродвижение. Очень медленно проверяем, где они играют, где они зажаты. То есть, вот нашли вот эту мышцу, да, вот я, видите, угол руки поменял. Внутри. Так, не больно, вот нормально, да? Поменял угол выше. Вот, посмотрел эту мышцу. В самом случае у человека вот все хорошо. Работает, занимается, видимо, спортом, да? Глубоко промяли эти мышцы. У здорового человека, соответственно, когда я их касаюсь, нога спокойно ложится на стол, вбок. Практически колено касается, касается стола. Теперь, мануальной техники, техники, когда мы все это размяли, да, мы можем поставить бедро на место, особенно если оно вышло вперед. Отбывих вперед, да, немножко вот сюда. То есть, вот в этом суставе. И поставить сустав подвздошно-крестцовый, вот этот. Одним движением. Ну, как бы, движение похожее, но немножко вот оно отличается тем, что куда мы направляем внимание. То есть, мы визуально представляем, где эти у нас сочинения идут. Вот тут вот видимо сустав, вот тут вот будет, да, то есть примерно от линии от пупка где-то сантиметров, ну, 5, да, 4 сантиметра. Вот тут примерно, визуально представляем, там вот крестцово-подвздошное сочинение. Значит, вот мы берем за противоположный таз, за тазовые кости. Берем мягко, обернув вот эту косточку, да, горебень подвздошной кости, ладонями, либо так, либо вот так, чтобы не передавливать ну, там всякие узлы мембатические. Мягко взяли и раскачиваем тело человека туда-сюда, как лодочка. Вот в этот момент мы чувствуем, где он раскачивается. Крестцово-подвздошным сочинением или там, где бедренный сустав. То есть чуть-чуть наклон сюда сделали, да, вот уже бедренный сустав качается. Чуть-чуть наклон сюда, вот уже крестцовое сочинение качается. И дошли до преднапряжения и после этого сделали мобилизационный толчок. Этот крестцовый и теперь попробуем бедренный. Немножко нам помешала подушка. Давайте ее сдвинем. Вот для бедренного сустава. То есть мы что делаем? Вот эти выпирающие косточки с упором об стол получается у нас рычаг вот такой, понимаете? То есть тут упор, мы вот этот стол ее вправляем. у тех людей, которые хорошо гнутся, можно даже положить ногу на ногу. Нет, у тебя не получится. То есть вот маневрируйте, ногу так положили, так положили и распрямили этот сустав, мобилизовав его таким образом. Далее переходим, ну то есть мы растянули тут, тут давай все стороны вот так, растянули мышцы, да, и дальше растягиваем задние мышцы или сухожилия всей ноги, натянув ее на себя. За захват делаем такой, смотри, за пятку, его стопа уперлась нам в предплечье, да, мы уже натянули ахиллы сухожилия, вот. Теперь, чтобы коленку не поднимал, держим бедро, большой шаг делаем в сторону головы и на себя, вот так, немножко не прямо в человека, да, а под 45 градусов вбок. Растягиваем его. Еще, кстати, проверяясь вот эти подвздошно-поясничные мышцы, работает она или нет, включены она в работу или нет, да, вот таким тестом. Подняли ногу под 45 градусов вверх, под 45 градусов флексия отвели в сторону и ротаться под 45 градусов. Держи ногу. Сам держи ногу, можешь за стол держаться, если что. Я сопротивляюсь, давлю вниз, соответственно, сопротивляюсь вверх давить. Вот. В данном случае мышцы хорошо работают, они хорошо, хорошую службу служит человеку. То есть, работают. Если не работают, то они просто упадут вниз. Нога просто упадет. Теперь, ну, значит, вот растянули вот так, теперь развернули ногу, коленка лежит на подушке. И переходим к массажу нашим техникам. Массируем стопу, свод стопы, вернее, с профилактикой от плоскостопия вот сюда и вот сюда, обводя вокруг косточки. Ну, там две две они находятся. Вот вокруг них вот так вот. для этого по принципу нашему эргономики мы не тратим лишнего обхода вокруг стола, а уже начинаем массировать. То есть, поставили руку, растираем, я вот обхожу, вторая свободная рука у меня готовится к работе. Я начинаю снизу вверх по голени иду, по берцовой кости, отделяю мясо от костей, разминаю всю эту сторону до паховой зоны. Далее прохожу кулачком снизу вверх. Далее третий проход получается по меридианам тройничного обогревателя. Вот такие точки кукрунктурные прожимаю. Но опять же у нас не тайский, не китайский массаж, да, мы просто их обозначаем. Далее можно локтем провести мягко, только мягко, не жестко. И распрямляем ногу. Если мы делали массаж обоих ног уже, то тогда здесь выпрямляем ноги за пальцы, да, и толкаем в тело человека. На самом деле в этом случае уже подушка немножко мешает. Давайте уберем. Выравниваем человека, чтобы лежал прямо. Упираемся в ноги и толкаем толчковые движения в одну ногу, во вторую, в одну, во вторую, в одну, во вторую. Таким образом мы расшатываем вокруг крестца крестцово-подвздошные. Потом обоими руками перлись и вибрация одной рукой, второй рукой, одной рукой, второй рукой, второй рукой, второй рукой. И обоими руками натянули ноги на себя. Тут давайте знаете как поднимем чуть-чуть стол туда движение подвину стол сам подвините пожалуйста ко мне значит приемы такие подняли ноги мягко взялись за щиколотки ну так чтобы не было больно человеку раскачали его и натягиваем на себя на себя тянем под прямым углом под углом 45 градусов к столу и наша цель это поясница расслабить поясницу поэтому мы немножко вот так вот и раскачиваем медленно покачались вправо влево вообще есть такой станок массажный продается кладется просто на кровать и у человека ноги вот так вот качаются только за счет этого качания уже очень большая польза очень большой плюс к расслаблению поясницы идет в данном случае мы массажисты работаем нам деньги за это платят сани прибором растянули если ноги тяжелые у человека можно в принципе его захватить за подвышки вот так покачать покачать так следует своим корпусом отпустили ноги далее прием такой ну по сути используется в случае когда одна нога длине другой это происходит из-за того что тазовые кости развернуты и соответственно осочленение с бедренной костью перератянуто с одной стороны укорочено с другой растянуты в случае когда просто для здорового человека тогда делаем симметрично если нет то мы знаем например эта нога у нас укорочена вот высочинения сокращены тогда мы берем противоположную ногу прямую упираемся к себе в подвышном кости чтобы она была в упор вот такой вторую ногу берем аккуратно под чиколотку за стопу то есть мы не держим голень а держим стопу за пятку и за стопу и разворачиваем корпусом на себя если обратите внимание насколько нога удлиняется даже можно посмотреть как вот тут удлиняется работа три сошенения здесь здесь и здесь вытянули ногу расслабили и заканчиваем тем что прохлопали провибрировали за большие пальцы растянули медленно медленно расслабили и сбросили всю негативную энергию по углам можно вставать но мы с вами не прощаемся дорогие друзья это был свой раз массаж мануальный массаж ног спереди человека когда он лежит на спине а в следующих видеороликах мы покажем вам еще кое-что интересное не отключайтесь с вами был Олег Олег Гудвин ставьте нам обязательно лайки а лучше приходите на семинары потому что по видео вы ничего не поймете всегда есть нюансы которые отрабатываются на практике на живых моделях на живой натуре и вы отсюда уйдете с готовыми навыками сразу в понедельник в работу с новыми профессиональными качествами специалиста мастера мануальщика с вами был Олег Олег Гудвин до новых встреч дорогие друзья субтитры